здравствуйте друзья с вами снова канал школа таро альвиен и сегодня мы объявляем победителей творческого конкурса потому что сегодня 10 октября 2019 года как вы помните за первое место давалась тройная черепаха которая заряжена естественно да на благополучие в доме на любовь в семье на то чтобы денежки водились чтоб семья была крепкая также на втором месте у нас брелочек скорпион тоже да у нас на благополучие на удачу естественно все талисманы имеют и защитную функцию потому что это янтарь и вот такое янтарное панно на третьем месте и я хочу вас поблагодарить очень много было участников спасибо вам большое творческий конкурс это всегда очень для нас волнительно важно мы читаем мы смеемся мы очень впечатлены бываем тем что вы пишете и спасибо вам за это огромное я хочу поблагодарить всех участников это пользователь google история про чужую квартиру карина садовникова даже виси на небеси также или шамгунова муж таксист оксана лучи полные ведра елена гоцкина собачий вальс мирослава макушинска все равно красивая екатерина харитонова волга волга надежда казанцева горькие лесенки анна зорина маньяк любовь вам х амгат простите пожалуйста свадьба шортах астридо павловец и пеленки наталья мешком повестка в армию и юлия кравченко осяпка смотрите вот естественно все эти истории нам понравились было очень очень сложно выбирать очень сложно но на первое место вот девушка которая выигрывает вот эту черепашку тройную это у нас любовь амгат свадьба в шортах поразила у нас вообще в самое сердце потому что это действительно впечатляющая история как вы выходили неоднократно раз замуж до как вы каждый раз думали что только не за такого и в итоге все равно выходили за кого вам да бог послал именно противоположность тому что вам нравится да и естественно это очень было весело читать интересно ну вы фаворит наш получается второе место или шамгунова муж таксисты тоже смеялись вроде как подвез меня муж подвез оказалось действительно это будущий муж и что они живут вместе ну весело конечно тоже было и и третье место карина садовникова выигрывает янтарное панно вот она написала историю про своего ребенка даже виси на небеси это было на уроке подчеркнуто где-то потом принесено домой вот ребенок совершенно не понимал о чем речь да что что тут оказывается отче наш молитва вот ну это очень было весело читать интересно вот а все остальные участники мы вас очень благодарим мы все эти истории помним про чужую квартиру очень смеялись как зашли девчонки да да хожек сидит трусах вот про полные ведра то что этот парень бедняга да весь расшибся ну собачий вальс это вообще шедевр конечно тоже потому что все ожидали там может быть моцарта какого-нибудь вот все равно красивая я хохотала я хохотала мирослава если я сейчас вот в конце буду говорить да ну вот я хохотала волга волга как вы бежали катя за своей машиной это вообще прекрасно вот горки лесенки надя мы мы тоже в детстве испытывали подобные вещи вспомнили о прошлом все вместе да она маньяк который оказался влюбленным парнем знаете я вспомнила свое прошлое мне было 19 лет мы гуляли с подружкой и за нами бежал маньяк вот такой же да и девочки я когда побежала от маньяка которого вообразила маньяком девочки очень сильно до мной смеялись я испугалась побежала а бегать я не умею и все эти девчонки потом говорили что я просто бежала на одном месте ну что скорости никакой а маньяк просто шел рядом ну который будто бы маньяк и одно это было очень смешно тоже и я прям вспомнила свое прошлое ну астре до пеленки вы знаете вот мама мне тоже про это рассказывал про пеленки но я родила сына своего в 2006 году и вы знаете конечно подгузники были но стирать тоже приходилось очень много наталья мишко побед повестка в армию то что случилось с вашим мужем это вообще ну конечно наш российский нонсенс да и комедия и трагедия в то же время и юля кравченко осяпка ваша осяпка это вообще тоже шедевр потому что ну конечно все думали совершенно про другое ребенок про себя да ну вот она где-то поняла что вот так вот так вот да что ее называют вот так итак смотрите у нас есть пуговки кошки что они делают они исполняют желание вроде смешно да ничего не стоит эта пуговка во первых я заряжаю их на желание всегда на благополучие на желание да во вторых вот смотрите приходит вам такая кошка я их вам вот кто пожелает вот кто сегодня историю писал я вам могу выслать таких кошек письмом вот просто как знак того что вы у нас участвовали потому что вместо всего три участников много вы нам все очень понравились и вот придет вам такая кошка если вы захотите напишите нам да на ватсап там или в контакте или на вайбер еще куда-нибудь в инстаграм директ и вот придет кошка завязываете через нее такой шнурочек любой нитку шнурочек и загадывайте желание можно ее пришивать к одежде думая о своем желании вот либо завязываете либо пришиваете и ждете когда желание сбудется вот если вы просто шнурок продели завязали на узел да вам нужно носить эту кошку в кошельке например или в сумке если к одежде пришили с изнанки тоже носите думаете просто о своем желании вот как видите кошку сразу вспоминать же будете и это желание но обязательно сбудется только оно должно быть не чтобы вы стали там не знаю женщиной кошкой бэтменом или еще чего-нибудь там миллиардером какое-то реальное одно желание просто у всех есть накипевшие проблемы ну допустим хочу от быстрее расплатиться с кредитом до завязывать эту кошку и ждете она обязательно сбудется но когда сбудется развязать вот надо и обязательно развяжите вот так что у нас такое вот предложение те кто ну может быть даже там не занял эти первое второе третье место там да вы можете с нами попереписываться это тоже интересно бумажные письма мы поддерживаем эту традицию кстати когда же когда же когда же сегодня или завтра день почты всемирный по моему вот тут где-то рядом этот день вот не помню когда точно но вот он рядом этот праздник поэтому тем более мы можем поддержать почту до нашу российскую и из других стран кто у нас вот так что всем пока до новых встреч я очень надеюсь что в следующих наших конкурсах вот все кто участвовал сейчас и кто еще участвует в рандомах да будете участвовать постоянно и всех вас зовем потому что это очень приятная традиция всем пока